МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Оксана Очкасова, а это телепроекта «Открой свое дело». Напомню, что 13 молодых предпринимателей представили свои проекты на суд профессионального жюри, чтобы проверить их на прочность и получить обратную связь и полезные советы от экспертов. Краш-тесты идей стали частью всероссийской программы «Ты – предприниматель», которая реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. В этой серии участники будут презентовать наполеоновские проекты. Как бы громко это ни звучало, для бизнес-идеи – это вряд ли комплимент. Мне вот после поездки на форум Ростов в агроэкологии меня заинтересовало. И просто я считаю, что хмель – это такой продукт, который сейчас необходим, и нужно его продвигать. И ваше внимание, я хочу представить мой проект, который я реализовываю сейчас – «Управление эффективностью производства хмеля в региональном АПК». В будущем, после окончания вуза, я хочу стать предпринимателем и организовать свое фермерское хозяйство по производству хмеля. Основная идея моего проекта – это решение реальной проблемы возрождения и завоевания утраченных позиций Чувашской Республики в хмелеводстве на основе внедрения ресурсосберегающих технологий. Хмель, как известно, это многолетнее растение, которое уже на 3-4 год дает урожай. Плоды, шишки хмеля, после переработки используют основном в пивоварении и во многих других промышленностях. Для закладки хмельников необходимо провести следующие мероприятия. Это строительство и монтаж шпаля под хмель, заправка почв минерально-органическими удобрениями, предпосадочная вспашка и, собственно, посадка хмеля. Уже графика существительного проекта, начиная с 2020 года, ну, после того, как я закончила. Также схема финансирования в проектах. В расчетах рассматривается следующий вариант финансирования. Это собственные средства, государственная поддержка, грант начинающим фермерам или кредитные средства. И в заключение, наверное, хотелось бы сказать, что внедрение ресурсосберегающих низкозатратных технологий позволит выполнить нам задачи, которые были поставлены Чувашской Республике. Я, кстати, наводил здесь справки, то есть я ездил по бывшим хмельбовоческим компаниям в Маргаушском районе, ну, там что-то уже так почти заброшено все. В Фурмарском районе? Да-да-да. И все говорят, что у нас хмель для пивоварения не очень хорош, прямо так скажем. Ну, то есть, ну, как бы это какая-то, какой-то селекционный хмель или что? Потому что, ну, чем он будет отличаться от того, что у нас уже произрастает? То есть я вот предложила то, что какие-то ресурсосберегающие технологии внести, чтобы, ну, улучшить именно качество и урожайность хмеля. И поэтому я говорила то, что есть задача в республике, это даже говорил наш глава, то, что нужно собрать 500 тонн хмеля. И поэтому он считал, что наша цель – это производить экономический, вот, хороший продукт, чтобы продавать не только в России, ну, в Чувашской республике, но и за рубежом. Я хочу, чтобы вы проработали и по поводу того, что какой-то все-таки сорт и чем он будет отличаться и почему, ну, то есть, почему мы у вас должны, допустим, хмель покупать. Я бы с удовольствием покупал чувашский хмель. По сути дела, он говорит один вопрос. Дело в том, что пошло снижение хмеля. Вы четко должны определить, каковы причины снижения этого хмеля. Если память мне не изменяет, дело в том, что это на самом деле связано, похоже, с землей. То есть, даже вопрос не в сортах хмеля, по крайней мере, было, а именно либо с погодными условиями, либо у нас не та земля, либо по микроэлементам, либо по каким-то другим причинам. Именно поэтому у нас перестали покупать именно этот хмель. Или, да, или разработать свой собственный хмель, который бы для наших условий подходил. Это первое. Второе. Я так увидел сумму, там, как раз вопроса, 85 миллионов, я так понимаю, да? Это собственные средства, это идет от... Это кредитных. А, кредитных, может быть, как сказать, сделать, как сейчас многие делают, стартап, да? Заселить, соответственно, гектар. И вы это можете сделать, не дожидаясь, когда что, закончится ваша учеба. И вы эту работу уже можете начать, скажем так, делать уже весной следующего года. Это потребует совершенно других вложений и других сумм. И вы получите, так называемую, можно назвать, учебную или исследовательскую площадку, по которой уже можно что-то о чем-то будет судить. На самом деле, в проекте больше вопросов, чем ответов. Тема востребованности чувашского хмеля, то, я думаю, ее можно было бы как-то решить, потому что в какой-то момент американцы же начали варить свой крафт, да, используя там новые ароматные, душистые сорта хмеля, которые ни у кого их не было. И сейчас они по твоей табличке там первые, да, по выращиванию производства хмеля, я думаю, в том числе, вот благодаря этому. Поэтому, может быть, здесь можно было бы просто найти что-то интересное, грубо говоря, крафтовое, да, по-настоящему российское, что-нибудь такое. И я думаю, то, что насчет нового сорта, то, что на этом реально стоит подумать, чтобы вырастить именно новый сорт хмеля, чтобы он был реально востребован и даже приспособлен к нашим климатическим условиям. Спасибо. Две Валентины, один бизнес-проект и одна любовь – животные. Девушки вместе учатся на третьем курсе ЧГУ по специальности региональная экономика и предпринимательство. Причем предпринимательство – это ключевое слово в их будущей профессии, уверяют участницы телепроекта «Открой свое дело». Желание быть предпринимателем у нас обусловлено тем, что мы не хотим как бы зависеть от работодателей, также иметь гибкий график работы и мы хотим претворить какую-либо новаторскую идею в жизнь. Наши клиенты – это люди, которые относятся с должной заботой к животным и в любое время они готовы устранить проблемы, которые возникнут как бы с их животными. Уникальность нашего проекта заключается в том, что ветклиника и кинологический центр, а также гостиничный сервис для животных, они едины и находятся все как бы в едином комплексе. Шаги для реализации идеи можно выделить следующие, то есть это приобретение в собственность или в аренду основного места, где будет производиться основная производственная деятельность, возведение нового или реконструкция и косметический ремонт уже имеющегося здания, закупка необходимого оборудования для осуществления ветеринарной деятельности, установка специальных тренировочных полос для тренировок собак, закупка специального инвентаря для гостиничного сервиса, также заключение трудовых договоров с людьми, которые имеют профессиональное образование в соответствующей сфере на должности хирургов, терапевтов, анестезиологов, водителей, приобретение лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в области ветеринарии и, наконец, открытие данного комплекса. Очень, конечно, наполеоновский у вас проект. Смотрите, мне кажется, вам нужно немножко сузить, да, то есть, понятно, ветклиник у нас полно, а вот гостиниц, наверное, ну, как бы не хватает. Это я сразу могу сказать. И мне кажется, вам нужно начать с одного чего-то. Мне кажется, у вас, ну, я не знаю, гостиница — это хорошо. Особенно люди обеспеченные часто путешествуют, они все, вот я вот своего там кота, мне нужно кому-то его доверить, да, в хорошие руки. Но есть такая проблема. А вот ветклиник слишком, ну, их много, частных много. И поэтому, мне кажется, у вас слишком такой затратный наполеоновский проект. Может быть, вы потом можете в ветклинику вырасти, но начинать нужно с чего-то маленького, мне кажется. Я бы вам знаете, что рекомендовал? У вас вот неправильно сказал, такие наполеоновские «все и ни о чем». То есть, знаете, вот иногда, казалось бы, с миллионом долларов легко сделать бизнес. Вот я куплю одно, второе, третье, вот нифига, с миллионом долларов тоже нелегко сделать бизнес. Поймите ключевую потребность ваших клиентов, что им может понадобиться, там, прогулка, а если рынок прогулок занятый, добавьте туда чуть-чуть дрессировки. Если бы я был мега занят и мою собаку выгуливали и чуть-чуть дрессировали элементарным, там, сидеть, лежать и так далее, вообще крутяк был бы из-за доступные деньги. Посмотрели, скажем так, на хозяев собак, кошек, которых выгуливают и задать им вопросы. Какие проблемы у них возникают? И вы, на самом деле, можете как раз получить перечень тех вопросов, над которыми, возможно, можно будет построить тот бизнес, который вас интересует. А вот такой комплексный вопрос, он, конечно, интересен, но вы сами понимаете, это, во-первых, большие вложения, а, во-вторых, достаточно большие риски, и получается, что несколько направлений в одном месте. То есть, это, по сути дела, три разных бизнеса, которые вы сегодня предложили. Уже в десятом классе Михаил Андреев задумывается, какой ему открыть бизнес. Например, заработать на переработке мусора. И полезно, и выгодно. Я сегодня пришел с проектом о заботе окружающей среды, чтобы перерабатывать мусор в полезные предметы. Чувствую уверенность в этом проекте, потому что, думаю, что найду поддержку все-таки. хочу стать принимателем, потому что хочу стать более ответственным в каком-то деле. Хочу попробовать себя в чем-то новом и вообще хочу нести добро в мир. Хочу начать решать экологическую проблему человечества, ведь она появилась с индустриализацией мира. Кучи мусора начали копиться на городских свалках, начали загрузнять землю, которая находится в большой области вокруг нее, что делает ее непригодной для жизни. Также она портит эстетический вид. Ты вот живешь, допустим, рядом, у тебя свалка появляется, тебе же неприятно будет сидеть, смотреть и любоваться этим горой мусора. Специальные клиенты это все наше человечество, все мы, люди любого возраста и любого происхождения. Моя идея им, скорее всего, понравится, потому что сейчас все хотят решать экологические проблемы, потому что это сейчас самая-самая главная проблема всего мира. Моя идея основывается на том, чтобы собирать, сортировать этот мусор, перерабатывать и производить из него разнообразные предметы, допустим, по заказу или что-то определенное свое. Для этого нужно сначала научиться сортировать этот мусор на разные категории, допустим, стекло, пластик, бумага и так далее. Затем нужно создать небольшое предприятие, которое будет перерабатывать этот мусор из этих материалов, которые будут создавать предметы. Это еще более наполеоновские. Конкретики нет, хотелось бы, да? Что производить можно? Ну, допустим, если вступил какой-нибудь заказ, я хочу такую-то фигурку. Ты этот мусор, допустим, пластик переработал. А именно пластик только? Допустим. Допустим, так. Этот пластик переработал и сделал из этого пластика фигуру. Допустим, ты килограмм пластика купил за 4 рубля, эта фигурка 100 грамм, допустим, ее продаешь за 3 тысячи. Ну, то есть у тебя производство будет заниматься, вообще может заниматься всем. Ну, получается, да? Это нереально. Нет, ну как так? Ты можешь, то есть... Нет, это правда нереально. Я даже не знаю, как... Денис говорит непосредственно о самом главном. Фокус. Фокус. То есть взял всю длинную цепочку. На самом деле в этой цепочке достаточно большое количество бизнесов. Это раз. Кроме этого, у нас на сегодняшний день есть опыт, да? То есть завод по переработке мусора в Чебоксарах уже есть, да? По крайней мере, нужно было посмотреть, какие там основные проблемы. То есть вот приезжает машина, выгребает, и там 10 непонятных мужиков или женщин в маске вручную его сортирует. То есть возникает вопрос проблемы с сортировкой, да? После того, когда рассортирует, проблем с производством на самом деле нету. Достаточно много компаний, которые из данного хорошего пластика тебе сделают все, что угодно. Поэтому для тебя здесь важно определиться, что? С моей точки зрения ключевой момент, и вот ты показал разделение. Именно если ты придумаешь что-то такое легко и быстро, на этапе, не когда я выкинул в мусорную машину, а до выброса в мусорную машину смогу собрать этот мусор, ну то есть по сути дела, например, что каждый день идете по всем подъездам и собираете хотя бы пластиковые бутылки, вот утрированно говоря. И вот тогда, вот если эту идею вот здесь каким-то образом расширить и сделать, чтобы она была дешевой, и вклад твой тогда будет очень хороший. Мир спасти хочешь или денег заработать? Можно на одном сделать другое. Ты знаешь, вот мне 40, и я понимаю, что редко такое в жизни бывает. Но бывает. Редко. Но бывает. Либо ты зарабатываешь, либо ты мир спасаешь. Смотри, причем, еще раз, спасать мир это абсолютно неплохо. я как бы не про то, что предприниматель самый крутой человек на планете. Просто предприниматель это такое больное животное, которое немножко по-другому устроено. Он 24 часа думает, как заработать, где какие недостатки и как я на этих недостатках человечества, мира, города заработаю. Вот такая скотина эта. И она живет вот так вот. И либо ты такой, либо не такой. Еще раз, это неплохо, нехорошо. Это знаешь, как вот собака и кошка. Они просто разные. Тебе 16, поэтому мой тебе совет. Просто перед тем, как заняться своим бизнесом, подумай, а вообще это надо? Я вот готов реально вставать и засыпать с одной мыслью, как работает мое предприятие, как я могу увеличивать свою прибыль. Спасибо. Есть разные уровни проектов. Ну, наверное, как и у всех есть очень хорошие проработанные проекты, есть какие-то там более там слабые, но я думаю, что это только начало, они свои проекты могут и доработать, они наши каверзанные вопросы не будут воспринимать как некую такую критику, а именно именно помощь в доработке своих идей, своих будущих проектов. В каждой серии мы рассказываем об уже состоявшихся предпринимателях, которые в 2016 году также защищали проекты и получили гранты на развитие бизнеса. Тогда у Анастасии Петровой была только идея открыть онлайн-ателье. Сегодня заказы на пошив одежды поступают со всей России. мы сшьем пальто сейчас два в одном, то есть пальто можно носить и зимой, и весной, то есть вот этот съемный утеплитель зимний, его можно снять, он на прыгличках, и носить весной пальто можно будет, то есть мы снимаем, и оно уже становится весеннее. Мы отеваем, оно уже зимнее, до минус 20 можно носить его спокойно. Вот такая практичная вещь. Также мех мы делаем съемный, то есть все съемное, все практичное, два в одном, я консерватор, я полностью за практичность. Вскоре практичное пальто отправится посылкой в Санкт-Петербург. На то оно и онлайн-ателье. Заказать вещь на пошив можно из любой точки мира. Инструкцию, как снять мерки, вышлют. Тут важно не промахнуться в сантиметрах и точно описать свою мечту. А затем воплощать задумку в жизнь берутся умелые руки швеи. Это сейчас здесь небольшой швейный цех, а два года назад Анастасия сама шила подругам. Так появились первые постоянные клиенты. Новые заказчики находят Настю в интернете либо узнают об ателье «Наноперин» через сарафанное радио. Я подписана в Инстаграм на Настю и у Насты очень хороший вкус, такой европейский вкус и очень стильность у нее такая высокая, мне кажется. Я уезжала с друзьями в Европу и мне нужно было именно такое платье. И это платье могла дать только она, потому что я доверяю ее вкусу, потому что она очень молодая, креативная. Ольга сразу поняла, такой способ пополнять гардероб очень удобен и время экономит и вещь садится точно по фигуре. Причем самому искать ткань не придется, в ателье есть база материалов. А Анастасия проконсультирует насчет фасона и цвета. Если захочешь пиджак в стиле Шанель, пожалуйста. И такое тоже возможно. Шьем все. Шьем и купальник, и сваленное платье, и пальто, и шубы, и эко-шубы, и зимнее пальто. Все шьем, вообще все. Все, что хочет человек, мы готовы реализовать. Под бренд можем шить, то есть, например, вот пиджак Шанель, который все любят и все мечтают. Пожалуйста, сейчас есть огромное количество твидов Шанель, которые можно реализовать. Изделия шить в 10 раз дешевле и таким же качеством. Отменное качество, ориентация на клиента, сжатые сроки. Рецепт руководителя «Наноперин» вроде бы прост, но свой бизнес требует полный и безоговорочный. отдачи. Нужно вкладывать очень много сил, я не знаю, то есть, очень много сил нужно вкладывать, я больше даже не знаю, что сказать. Никогда не знаю, что произойдет завтра, это бизнес, иметь это такое дело, то есть, вот, но это стоит того. чтобы стать успешным бизнесменом, нужно научиться правильно ставить цели. Поэтому специально для всех, кто хочет постичь секреты цели полагания в бизнесе и жизни, наша рубрика советов от эксперта, бизнес-тренера и профессионального коуча Александра Чернова, который помог большому количеству бизнесменов Чувашии стать еще успешнее. Здравствуйте. Цели полагания. Вот камень преткновения для большого количества предпринимателей, честно говоря, не только и предпринимателей, для большого количества людей на земном шаре. Отсутствие целей это одна из причин больших проблем в любом бизнесе. Но прежде, чем мы затронем вопрос цели полагания, необходимо ответить на первый вопрос. Откуда и как взять идею? И вот здесь возникает очень интересный вопрос. Давайте-ка я попробую с оригинальничать. Уйти в область оригинальной идеи, как правило, приводит к тому, что вы теряете и время, и деньги. Дело в том, что может пройти большое количество времени, а ваша оригинальная идея окажется абсолютно невостребованной. Но если вы все-таки считаете, что это ваш путь, я тогда вам рекомендую познакомиться с методологией дизайн-мышления. Это методология разработки и оценки, скажем так, научных, бизнесовых и других проблем с помощью не аналитического способа, а именно творческого. Если вы изучите данный способ, то вы сократите время на тестирование вашей идеи с точки зрения реализуемости и сократите риск непосредственно ошибок. Оригинальность в бизнесе на самом деле нужна, но она несет немножко другой контекст. Для того, чтобы выделиться среди существующих конкурентов, вы можете это сделать с помощью цены, с помощью другого способа доставки, например, скорости, с помощью того, что у вас работают более квалифицированные люди. И тогда вы выделяетесь среди ваших конкурентов и прочно занимаете место в той нише, в которой вы себя выбрали. Когда вы создаете бизнес, вы на самом деле должны ответить на несколько вопросов. Какой результат вы хотите получить в результате создания собственного бизнеса? Деньги, свободу или удовлетворение? И это на самом деле очень важно. Какой результат хотите получить через 5, 10, 25 лет работы вашего собственного бизнеса? Перед тем, как только вы сформулировали проблему, вы четко для себя должны понять, что создание бизнеса, даже если с самого начала он будет у вас успешным, результаты в виде определенной денежной суммы будет через определенный промежуток времени. И вы должны сосчитать, какая подушка безопасности и на какой необходимый срок вам ее иметь. А то произойдет следующая идея хорошая, реализация пошла, а денег вам не хватило. В результате бизнес придется закрывать. Могу привести пример из своей собственной жизни. Много лет тому назад мы запускали журнал. Мы просчитали срок окупаемости 6 месяцев. Прошло 6 месяцев и необходимая сумма инвестиций, которую мы планировали, нам ее не хватило. И мы соответственно не продолжили этот бизнес. Пришлось его закрыть. Вот чтобы не было такой ситуации, вы должны провести финансовый расчет, чтобы было понятно, сколько вы сможете прожить до того момента, когда ваш бизнес начнет приносить первые деньги. Прежде чем ставить цель, мы четко должны понять, а чем цель отличается от мечты. Итак, первый признак. Цель всегда должна быть записана на бумаге. Второе. У цели всегда есть исполнитель, и ответственный. И третье. Цель всегда подразумевает использование определенных ресурсов. Это могут быть деньги, это может быть время ваших сотрудников, это могут быть какие-то материальные ресурсы. Если это все есть, значит, мы четко понимаем, что цель вы сможете сформулировать. Сделаем следующее упражнение. Напишите, пожалуйста, несколько целей. После того, как вы написали свои цели, я задаю провокационный вопрос. Эта цель важна, если вы четко для себя представляете, что вам осталось жить, например, пять лет, три года, год. И отсюда будет понятно, насколько те цели, которые вы сейчас написали, важны в вашей собственной жизни, и что вы готовы потратить определенное количество времени для ее реализации. Это очень интересный и хороший инструмент для того, чтобы понять о важности вашей собственной цели. Когда мы говорим о цели, мы четко для себя должны понимать, что цель всегда находится за границей деятельности. Поэтому цель отвечает на вопрос, что сделать, а задача отвечает на вопрос, как сделать. Но здесь существует ловушка. Если вы начинаете слишком конкретизировать цель, то тогда она может превратиться в задачу. Вторая ловушка. Если вы начинаете говорить слишком в общих понятиях, ваша цель начинает превращаться в мечту, что тоже не есть хорошо. Как правило, если внимательно посмотреть за деятельностью успешных предпринимателей, они достигают своих целей. Почему? Потому что они эти цели ставят. На сегодня все. Смотрите проект «Открой свое дело» каждый вторник в 20.30 на Национальном телевидении Чуваши или на нашем канале в YouTube. Всего вам доброго и профессиональных успехов. Программа реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики.